Проекты защищены, впереди их воплощение в жизнь. Участники программы «Лидеры здоровья», инициированные ПАО ММК, представили на суд жюри свои наработки по привлечению коллег к здоровому образу жизни. В ближайшее время активистам предстоит на практике применить весь свой профессиональный опыт и накопленные знания. Чтобы с группой добровольцев реализовать задуманное, Дина Наумова продолжит тему. Напомним, проект «Лидеры здоровья» по инициативе генерального директора ПАО ММК Павла Шиляева стартовал 1 июля этого года. Прошли отборы, приняли участие в программе 20 активистов, которые сами любят заниматься спортом, пропагандируют здоровый образ жизни, хотят и могут мотивировать других идти за собой. Инициативные участники проекта в течение двух месяцев проходили курс обучения на базе корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» и теперь ждут не дождутся, когда смогут воплотить свои проекты в жизнь. Почему мы все здесь? Потому что у каждого у нас есть мечта. Я мечтаю, формирую цели, чтобы добиться своей мечты. Ну и, конечно, чтобы добиться целей, мы ставим перед собой некие задачи. Популяризировать идею спортивного и здорового образа жизни – главная цель направления «Лидеры здоровья». Каждый из участников проекта в своей программе постарался по максимуму проявить индивидуальность и заинтересовать потенциальных единомышленников. Это и беговые направления, это и кроссфит, и более творческие, скажем так, ориентированные, возможно, на женскую аудиторию. Хотя у нас есть и мужчины, которые захотели заниматься танцами и популяризировать это для себя. Программа Андрея Зыкова по покорению недосягаемого, загадочного и манящего Эльбруса, пожалуй, на общем фоне выделялась больше всех. 10 месяцев тренировок перед восхождением на Эльбрус, за этот момент мы формируем у людей привычку к тренировкам. И я вас уверяю, те люди, которые сходят на Эльбрус, после этого они их не остановить будут. Это любовь с первого взгляда. Участники проекта «Лидеры здоровья» после защиты своих программ будут реализовывать их на практике с группами из 10 добровольцев. В каждой составе для членов своей команды индивидуальную программу здорового образа жизни, включающую занятия спортом, правильное питание, отказ от вредных привычек. Стоит отметить, желающих принять участие в проекте «Лидеры здоровья» с каждым днем становится все больше. На самом деле, постоянно в мессенджерах, везде-везде сообщения только пиликают. В электронной почте приходят сообщения, а вновь желающих много-много. Полгода именно столько будет продолжаться работа «Лидеров здоровья» со своими командами. Куратор мероприятия Анна Волохова, чтобы сполна прочувствовать всю кухню проекта, тоже защитила свою программу. Призналась, эмоции через край. Собственное ощущение – это круто, это здорово. Что у нас в городе Магнитогорске, на нашем градообразующем предприятии, то есть мы подхватываем все нововведения и новые течения, это здорово. Это здорово, что у нас директор так широко смотрит на все модернизации, так чутко это воспринимает сам, он находится в прекрасной спортивной форме. Это пример для подражания, я считаю, что все работники должны также стремиться к этому. Дина Наумова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН.